приветствую дорогой игр где вы находитесь и как у вас погода так доброго доброй ночи хасай магомедович у нас утро плюс 7 часов с москвой погода у нас сегодня солнечная хорошая я живу на дальнем востоке приморский край город арсеньев я в москве у нас погода у нас ночи соответственно сейчас у нас полтретьего ночи кстати я тоже люблю по ночам посидеть ну что то последнее время не знаю может быть это с возрастом у меня с детства было ночь это самое любимое время я книжки читал там до ночи то мое время просто я встал последнее время что по ночам уже приучать себя там спать не знаю правильно это или нет можно один вопрос когда вы впервые заметили что вам легче во второй половине дня или ночью или вы раньше могли утром прекрасно себя чувствовать и могли утром читать то есть первые первые школьные уроки 80 утра например как вы себя чувствуете я вот как раз вот когда в школе начал учиться я увидим а тогда я не помню в каких классах я уже на за собой обнаружил что мне очень нравится ночное время то есть я добывала там я понял понял ну то есть вы не знали ни в каких книжках вы не читали когда лучше спать когда лучше вставать или вы где-то прочитали и поэтому вам ночное время нравилось или наоборот или как нет я чувствовал вот мне как-то больше энергии и я себя лучше чувствую и у меня вдохновение какое-то именно когда ночь наступает вот у меня тоже самое но у меня-то видимо травма была родовая потому что я помню что я утром просыпался и у меня вот эти самые как молекулы плавали перед глазами и в школе когда я учился на первых уроках с восьми утра мне казалось когда же урок кончится 45 минут а их несколько 40 мне казалось когда же можно выйти подышать подвигаться тяжело было но я хорошо учился сильно сосредоточился умел сосредоточиваться но очень мучился и всю жизнь мучился и когда работал в поликлинике когда когда учился в медистуре но чем все же смучился пока наконец не определился что я не один такой и что можно спокойно не мучаясь сделать себе режим соответствующий а есть люди которые утренние они так прекрасно себя утром чувствуют кстати говоря они становятся начальниками потому что ну представьте себе человек утром встает энергия пышет девать ее некуда и он начинает всех мучить да энергия ну короче говоря ему кажется что все так должны да они становятся министрами и директорами и так далее поэтому наверное все революции делались в мире чтобы наконец человеку дать когда он может вставать когда он хочет вставать как китайской медицине здорового в жизни просыпался когда хочешь просыпаться ложиться спать когда хочешь спать кушать когда хочешь пить когда хочешь если это не помогает тогда уже травы если это не помогает тогда иглотерапия и прижигание если и это не помогает тогда скальпель ну а потом туда вошла наша аллопатия химия лекарств и и прочее. Десятое, все смешалось, как говорится. А теперь мы опять переходим к пониманию, что все-таки надо понимать и давать себе отчет и понять, ты кто? Сова или промежуточный. Есть такие, которые и так могут, и так могут по природе своей. Им легко, им непонятно, почему эти жалуются, потому что он всегда может перестроиться. А есть такие противные люди, особенно из психологов, которые менторно вещают, как важно вставать именно с рассвета, что там эти самые сиротонины, мелотонины и прочее десятое. Ну, он встает рано, и поэтому всех вот так пудрит психолог. Я благодарен своим родителям, что они мне позволяли вот именно по ночам, еще в школьные времена, вот я им очень благодарен. Они мне не ломали, то есть не заставляли ложиться спать. Вот сижу я даже до пяти утра, а утром мне в школу идти там. И я потом в школе такой, как сонная муха была. Ой, Боже мой, как хорошо, когда нас понимают, когда нас понимают и позволяют нам быть такими, какими мы есть. Они говорят, что ты лентяй, негодяй, вот мы тебе стараемся, все о тебе делаем. А я потом, после того, что я вынужден был рано вставать, у меня после криза одного, у меня потом и паники стали из-за сосудов. Сосуды спазмировали, кислорода не хватало. В клетках мозга паники, а я не понимал, откуда у меня паники. Потом я научился эти паники превращать в стресс-трамплин для творчества. Но это много лет прошло. Когда есть проблема, человек находит как бы решение. Ищет, по крайней мере. Ищет, да. Если он внутри нормальный, то есть, если он внутри свободный, если он мечтательный, творческий, ну, какие мы все есть, как мы все творцы. Но некоторые такие, которые очень сильно задубленные, конечно, да, они не понимают. Они не понимают, что болезни все это недореализованные, недооткрытые творческие способности. Больше мешать не буду говорить. Больше мешать не буду. Нет, диалог гораздо интереснее, мне кажется, когда мы по очереди может как-то. Ну, не только же я говорю, там, и вы, мне интересно у вас послушать. я думаю, не только мне. В общем, вопрос у меня вот по поводу вот этих ночных, ну, просто гипотеза у меня была, ну, мне когда-то мама говорила, что я родился в 3 часа ночи, 3 часа ночи, ну, это мой, ой, 2 часа ночи, 2 часа ночи, вот, это мой мой час рождения. Мне просто стало интересно, а вот у вас, вы знаете, ну, какой у вас сейчас? Я потом интересовался, мама сказала, что я на рассвете родился. На рассвете. я либо по рождению, я сначала не очень верил в эти гороскопы, потому что в каждой характеристике там есть положительные качества и отрицательные качества. Вот там, например, написано, что я очень мечтательный, и тут же написано, что мудрость, доведенная до ясновидения, и тут же написано, что тревожное, ну, короче, ты найдешь всегда то, что тебе кажется близким, плюсы и минусы. Ян и Иня, ну, в любой характеристике. Но все-таки в какой-то степени это многовековое наблюдение за характерами людей, рожденных в тот или иной месяц, в тот или иной день. Ну, вот беда в том, что это всегда было модно, потому что человек всегда ищет опору, как жить завтра и так далее, и на кофейной гуще он ищет опору, и в гороскопах ищет опору, и везде находит психологически и там, и там, и там, и там, и угадалки, везде найдет опору. Потому что человек нуждается в опоре, когда попадает в ситуацию неопределенности, неизвестности. вот, вы мне в прошлый раз, мы же были на ликбезе, по-моему, у меня, да? Да, на ликбезе, там спотанно получилось, это даже не случайно, я знал, что будет ликбез, но я думал, ну, я только проснулся, ну, как бы в нашем ликбезе утром, и просто в интернет зашел, и как бы смотрю, прямая трансляция идет, ну, я так думаю, о, ночью, ну, до меня начало доходить, я зашел, как-то, не раздумывая, ну, попал к вам на этот ликбез. Ну, нас интересно прошло, спасибо, участники у нас великолепные все, особенно, у нас есть там такие участники, которые давно уже на наших бесплатных ликбезах и на вебинарах, а вот нашим почетным участникам, я на вебинар всегда бесплатное приглашение приглашаю, а все остальные за вебинар платят, и этим самым мы канал поддерживаем, и нашу школу человек будущего, школу человечности, развиваем, развиваем, и поэтому, что у нас каждый раз в каждом ролике, что бы мы ни делали, всегда есть что-то новое и практически полезное, поэтому у нас без всякой рекламы 189 тысяч подписчиков, это только на ютубе, а у нас нету менеджеров и нету вот этих рекламы, вот, ну, как все делают, делают, а мы не делаем, но, во-первых, я не умею это делать, поэтому, во-вторых, мне лень этим заниматься, потому, что мне хочется сделать новый контент и подарить людям радость, чем сидеть и вот заниматься, как же мне там вот это продвигать там и так далее, мне кажется, что я нашел свое место под солнцем, создавать что-то интересное, делиться с людьми, потому, что я люблю, когда меня похвалят, ну, как каждый человек нуждается в комплименте, в поддержке, ну, все нуждаются, а у меня волшебное зеркало, я как открываю компьютер, и все там пишут, ой, как замечательно, и вот мне будут писать и вам будут писать, как замечательно, что вы устроили встречу по теме, какой вы хотите темы. Да, у меня тема такая, ну, я несколько слов сейчас скажу о себе, я как бы занимаюсь в области дыхания, ну, по теме, нормализация дыхания, ну, скажем так, нормализация дыхания при помощи метода бутейка, ну, тут метод бутейка, я просто немножко информации знаю, есть, ну, с ним, ну, как бы не все согласны, и я бы хотел просто сосредоточиться на слове нормализация дыхания, и я являюсь методистом, ну, как бы метода ЛГД, имея диплом, у меня вопрос возник, ну, меня очень интересует все, что вот связано с Константином Павловичем бутейка, и я читаю, ну, как бы знаю про Хасая Магомедовича Алиева давно, ну, уже много лет еще, когда интернета не было, то есть про вас, я знаю из статей, книжки читал, статьи, и подписан на телеграм-канал, а что есть и ВКонтакте, вот сейчас я не помню, подписан или нет. Ну, подпишитесь на телеграм, это хорошо, чтобы подписаться на одиноклассников, одноклассников и на этот самый Ютуб, конечно. А инстаграм еще, да, инстаграм, надо везде подписаться, потому что у нас везде иногда бывают разные группы, разные люди, и что можно получить в одном месте, может быть, не всегда есть в другом месте, и наоборот, то есть на все надо подписаться. В общем, практикую, я вот метод этот, и приходит, ну, какое-то время, я уже перепробовал, то есть, там существует много разных подходов, тоже среди вот этих, ну, как бы наших последователей тоже есть какие-то, ну, споры, может быть, бывает, непонимание, есть ошибочное понимание, ну, то есть, не все гладко, как говорится, но это везде, наверное, так, в любых коллективах, у каждого свои точки зрения, то есть, ну, это нормально, естественно. Только по дыханию, это по любому методу такое. Ну, мы, как бы, склоняемся к тому, что, ну, все нарушение дыхания, как бы, это исходит из напряжения, если убрать напряжение, то дыхание, оно само собой нормализуется, ну, то есть, вот, мы, как бы, к этому приходим. Вы говорите сейчас бутейка, или вы сейчас говорите о своем мнении? Я просто хочу понять. Это моя точка зрения, и у меня есть, как бы, единомышленники, ну, именно в рамках методики бутейка, ну, это же метод, мы считаем, он прогрессирует, он развивается, и, как бы, появляются, ну, какие-то школы, направления, вот, ну, и, скажем так, у нас, как бы, такая школа, ну, сформировалась, которая имеет, ну, общую, можно сказать, точку зрения, что, вот, нарушение дыхания, ну, у него есть причина, то есть, это напряжение, ну, то есть, какие-то напряжения, если снять напряжение, то и дыхание, оно, само собой, автоматически нормализуется, ну, как говорится, все функции, например, не остался. Вы имеете в виду по определению силе, что это стресс, или перенапряжение имеется в виду, то есть, каждое слово требует определения, потому что, ну, как понимают напряжение, что значит напряжение, когда человек задумывался о любимом деле, или о любимой девушке, или парень думает, что он в безмятежном состоянии, все окрашивается в божественном свете, вот там бутырковское дыхание, или там какое? Давайте я немножко с другой стороны зайду. Давайте. Вот, читая вашу книгу, давайте я сейчас расскажу, почему я опять, то есть, я на какое-то время про вас и забывал, то есть, ну, жизнь такая, что она ту в одну сторону, ту в другую, я очень увлекаюсь, увлекаясь то одним, то другим, тоже перепробовал много-много всего, и вот возвращаясь опять, я, ну, как бы, к вашей методике, что меня к этому побудило, ну, то есть, поизучать еще более, вникнуть, вот, то, что вот, вы в книжках писали, то есть, я ваши видео начал опять пересматривать, у меня полтора года назад, примерно, ну, это в прошлом году, по-моему, в феврале, вот, если я сейчас, ну, помечет сам, так, может, не точно буду, в процессе, ну, вот, своих практик, там, по методу бутейка, ну, по книжкам, там, новожилового, ну, новожиловых, это тоже считается, как ученик, там, бутейка, начал, извините, пожалуйста, Игорь, а дети его работают, по-моему, тоже по бутейке, сын или дочь, кто-то, по-моему, центр какой-то, бутейка есть, нет? в Москве, клиника бутейка, вы про это говорите, наверное? Ну, да, да, где-то я в интернете видел, я пытался связаться, но никто не ответил на мою записку, я пытался связаться, потому что я с бутейкой лично встречался, я ему показывал приемы ключа, я сейчас расскажу, если интересно, но я думал, что они отреагируют как-то, но они, видимо, письма моего не видели, я два раза писал, и потом перестал писать. Андрей Евгеньевич Новожилов, вы, наверное, про него говорите, главный врач этой клиники. Я не помню, так давно было, поскольку они мне не ответили, я поэтому и забыл. Это тоже живой человек. Ну вот, подойдем, как бы, главному моему. Это его сын, да? Ну, можно сказать, сын, там тоже немножко запутанная история. Ну, неважно, не будем сейчас этим заниматься, но просто в Москве есть клиника, который занимается методом бутейка, и там кто-то из близких, лично знающих его людей, которые его знали, а не просто понаслышке, близкий какой-то человек ему, то ли сын, то ли кто-то, заведует, да? Ну, чтобы наши подписчики, участники нашей школы, человек будущего, понимали, о чем мы говорим. Так. И вы, пожалуйста, свои координаты, если хотите. Вот я же сказал, чтобы на наш YouTube канал подписались, подписались, подписались на Telegram, подписались на Одноклассник, подписались на ВК. Вот точно так же, скажите свои, если хотите. Да, я хочу, у меня есть на YouTube канал, называется Дыши нормально. Так, очень хорошо. Его можно найти в поиске, ну, в поисковой строке просто написать там, там, канал Дыши нормально, или просто Дыши нормально, и можно найти вот, ну, просто вот так. Очень хорошо. Дыши нормально, но вы еще сбросьте мне, мы поставим под нашим роликом ваши координаты, может, кто-то захочет вам позвонить, письмо написать, кто-то захочет вопрос задать, или подружиться, консультацию пройти. Пожалуйста, мы всегда наших единомышленников в плане прекращения кризисов и войн на планете и потребления химии постоянной. Мы приветствуем и помогаем всем, кто точно так же, как и мы, беспокоится о будущем человечества. Поэтому давайте свои координаты пусть и пишут. Ага, спасибо, Хосе Магомедович. Это моя обязанность, просто я до этого и школу создал. Я тоже, как бы, взаимно могу сделать все, что для вас, ну, как бы, было бы тоже хорошо. Ну, давайте переключимся. То есть, главный вопрос, вот, я вас попросил рассказать. Это, думаю, будет интересно многим, вот, кто занимается именно по методу Бутейко, ну, знает это имя. Я в одной из ваших книг прочитал, что Бутейко обучался, или, ну, я так понял из этой книги, обучался, или вы ему показали, тут написано, вы ему показали, можно зачитать этот фрагмент? Да, конечно, конечно. Вот. Ну, вот, якобы, такой фрагмент. Какая книжка моя, какую вы имеете виду? Книжка «Помоги себе сам». А, это первое девяностого года, да, первое. Да, я думаю, ну, я про это вот, как бы, первый раз. Подождите, она называлась, в девяностом году книжка была, если первая, то «Ключ к себе». А она, а это у вас какая-то другая, да, книга? Я сейчас год не помню, ну, сейчас, я просто вот название выписал тут. Ну, следующее. Ну, хорошо, хорошо. Да, я понял, понял. Ага. Тут вот есть слова, когда автор этой книги продемонстрировал упражнения, включающие состояние саморегуляции Константину Павловичу Бутейко, тот испытал их на себе и воскликнул. «У меня дыхание само стало таким, какое нужно. Ваш метод можно применять для тех, кто трудно этому обучается». Ну, вот, как бы, вот такие слова я нашел. не знал, Ну, да. Ну, вот, и мне стало, для меня это вот что-то такая новая информация, я даже не знал про это, и думаю, мало кто знает, ну, среди бутейковцев. Ну, так, бутейковском надо объяснить, если они не знают. Есть, кстати говоря, еще метод противоположный. Нигде происходятся задержки дыхания, а где идет интенсивный форсаж дыхания стрейниковый. А есть еще вот метод Хифман, как называется? Вимхофа. Вимхофа, да. А есть холотропное дыхание, где в конечном счете тоже приходишь к этому же состоянию. Сейчас я поясню, что мне сказал бутейка, и о чем я имею в виду, и мы соединим наши представления в общее понятие. Значит, у меня есть одна книжка давнишняя, где взять силы для успеха издательства Амрита. Она называется под заголовок у нее короткий путь к высоким достижениям. Короткий путь. Я тут трубочку курю, сижу, видите. Кстати, я тогда не знал, почему у меня тревожность возникает. Оказывается, когда я покурю, через полторы, две, три минуты возникает спазм сосудов. Но он-то возникает не сразу. если бы я покурил сразу спазм, я бы сразу понял, что курить вредно. Когда он наступает потом, а я же интенсивный человек, я за эти две-три минуты уже гору чего-то сделаю, понимаете, потом вдруг спазм. Но многие люди не знают между усилием и результатом. Если есть разрыв по времени, он всегда заполняется чем-то. Ну, люди, ну, это потом мы когда-нибудь поговорим. Но вот эта книга «Короткий путь к высоким достижениям», после которой я написал столько много книг разных, и вот у нас значок «Питающий человечек», «Звезды над нами» и «Космос внутри нас». Так вот здесь одно из книг, как раз таки, видимо, вы о ней говорите. Я что хочу сказать, почему я эту книгу покажу? Потому что эту книгу мне помогало делать, и тут у меня есть ей благодарность, вот и написал «Благодарю Елену Трофимову за помощь при подготовке этой книги». В чем ее помощь была? Она, во-первых, умница, она сделала книгу свою, у нее была «Моя диета сыт-досыта, есть досыта». «Моя диета есть досыта». У нее книга такая была с парадоксальным названием «Рвущая все шаблоны», так сказать. Ну, и к ней целый поток людей ходил, как это есть досыта и при этом худеть. Ну, короче говоря, там своя философия, но она молодец. Она была моей приятельницей, и очень часто у меня есть масса фотографий в Фейсбуке, где мы с Леночкой, она сидит на столе, я сижу на столе, рядом сидит замплиц умина какой-то республики, мы с ним разговариваем, мы все разговариваем. Ну, то есть, ко мне в центр на Таганке, в центр защиты от СССР приезжали самые разные люди. Лена знала лично Бутейка, почему я ее сейчас вспоминаю. Она с ней встречалась тоже, и она мне говорила о нем как о человеке, ну, как человеческом, ну, как говорится, натуральном, натуральном общении с ним она мне рассказывала. У меня с ним было вот это общение личное в Новосибирске. Я пролетал в Новосибирск по приглашению академика Агамбегьяна. Агамбегьян был президентом это называлось все директора большие Красноярская ГЭС, там Гусь Хрустальный, о господи, все промышленные предприятия СССР. Это был клуб, директоров промышленных предприятий СССР. А академик Агамбегьян, который сам был из Новосибирска, а работал в Москве Академией народного хозяйства, был президентом, он как раз меня приглашал, чтобы я этим всем директорам предприятий во всей стране хотя бы учил их. Каждый раз было заседание клуба директоров промышленных предприятий СССР каждые полгода где-то у кого-то на территории. Допустим, Красноярская гость у себя приглашала там, а я тогда работал в Армении по системе электронной промышленности. И в этот раз, поскольку Гамбегян меня зауважал после прошлых встреч, прямо у меня там происходило в Армении, там где я тогда в то время работал, ко мне прямо приехало очередное заседание клуба директоров промышленных предприятий СССР к моему генеральному директору Петросяну, очень выдающемуся человеку, который меня с Гамбегянем и познакомил. Ну, короче говоря, я встретился в Новосибирске. Мне его привезли навстречу. Бутейка? Бутейка. Потому что, ну, он же известнейший там человек, он же хочет не дышать, чтобы быть здоровыми. Ну, и, короче, его привезли ко мне навстречу. А я в это время обучаю всех академиков, ой, не академиков, а директоров промышленных предприятий СССР, а там не меньше 12-13 героев соцтруда. Это крутейшие предприятия. А я их обучаю по просьбе Гамбегяна хотя бы пять минут в день от своих планов, госпланов освобождаться и могли бы хотя бы со своими детьми, женами хотя бы чай попить, поговорить, освободившись в голове от всех этих проблем. они были все очень заняты. И мне выдавали в течение трех дней раз в полгода их заседания, меня приглашали, чтобы я их учил освобождаться, освобождать голову от всех этих проблем, чтобы они были нормальными человеками и могли быть семьей своей. ну, чтобы у сына или дочки или внучки был папа, дедушка, чтобы у жены был муж, а не только директор предприятия. Ну, это вот, я этим занимался, на пять минут, чтобы они думали своей головой. Вот, и вот привезли туда бутейка, меня с ним познакомили, я же не знал, кто это такой, но меня познакомили, я его учил, как надо разводить руки, чтобы быстро снимать стресс, то я ему показывал, чем я директоров обучаю. Ну, и вот, когда у него руки пошли, он говорит, ой, дыхание стало как надо. А он-то знает, какое надо дыхание, он-то этому все хочет. И потом он говорит фразу, это, наверное, нужно тем, у кого волевая блокада дыхания, не сразу получается. А я говорю, ну, зачем же только им, это мы же все. Ну, такой был у нас разговор. Потом я читал и слышал, да, и по-моему, он тогда мне сказал, или я потом читал, что у него очень трудно пробивается эта теория в жизни, и я увидел ошибку, которую он делает. он гениальный человек, гениальный человек, он создал новое направление, ну, просто вот этой своей философии неправильной. Он сам себе сделал, как говорится, под коленку себе ударил, или, как говорится, стрелял в ногу, ну, как говорят, в разных отраслях военных, так говорят, и так говорят, и так, который сам себе мышеловку устроил. Он поругал кислородную подушку. Он поругал кислородную подушку, которая спасла миллионы людей на планете. Ну, как можно ее ругать? Дело же было не в кислородной подушке. У него была теория, что, когда человек задерживает дыхание, он, в конечном счете, выходит на состояние, полезное для него, потому что раньше, по его представлению, в мире, до технического прогресса, до всего, до цивилизации, до культуры, раньше было много углекислого газа и мало было кислорода, по его мнению. И поэтому, когда человеку после его задержек дыхания становится хорошо, он это обосновывал тем, что человек возвращается к тому доисторическому периоду нормальному, где много углекислого газа и где мало кислорода. Это его коренная ошибка в объяснении своей теории, хотя его методика необыкновенно перспективная, сам как я вижу был человек гениальный, а я бы назвал великий, потому что не все люди свои творческие качества так упорно продолжают прививать всем остальным, несмотря ни на какие проблемы и обстоятельства. Я считаю, что он был гений. Но вот это вот его заблуждение, это мое мнение. Я сейчас его обосную, докажу. Во-первых, он мне сам лично сказал, когда у него руки пошли, и он вышел на состояние саморегуляции, а это состояние, когда организм меньше всего нуждается в кислороде. Потому что там стресс снимается, а стресс его сжигает. И человек постоянно нуждается в питании кислородия, в клеточках мозга, ему питания не хватает. Во время стресса его трясет. Почему? Потому что тряска, это действие синхронное текущему состоянию, снимает напряжение лишнее. Это у меня приемы по саморегуляции. Подбери ключ себе это. Подбираешь организм сам просит. Он трясется, значит, надо потрясись сильнее. Ты потрясся сильнее, раз, и тебе легко стало. Ну, а раньше я вот так. Ну, у меня много приемов, и человек, перебирая их, находит то, что ему соответствует в моменте, а сам процесс перебора развивает у него творческое мышление, изобретательские способности. Потом он все другие дела решает лучше. Но вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что ошибка Бутейко была в том, при том, что он гений и великий человек, я ему, как говорится, пожимал руку, и сейчас пожимаю, был рядом с нами на этом свете, как говорится. Но вот это заблуждение, что он пытался объяснить это присутствием углекислого газа, потом создало у некоторых изобретателей и некоторых подражателей этой теории. То же ошибочное направление. То есть с одной стороны практика полезная, но ее надо было дооптимизировать, доусовершенствовать и дать ей нормальную теорию. Они пошли по этой теории, стали создавать дыхательные аппараты, где больше, так сказать, углекислого газа, там самоздрай, там прочее, и прочее, на самом деле там было не в том, чтобы там углекислый газ. Они пошли по неправильному пути. И вообще дело было не в блокаде дыхания. И я сейчас открою секрет. Дело не в том, чтобы блокировать дыхание. Когда он мне сказал, для тех, у кого не получается блокирование дыхания по его методу, вот это хорошо, а я ему сказал, почему только для них, когда можно для всех. дело в том, что блокирование дыхания, ну, у детей, там, и прочее, немножко затруднительно. Просто, когда человек пытается несколько раз блокировать дыхание, у него и происходит переход в таз. Ну, то есть, когда он делает несколько раз, например, вспоминаешь фамилию, вспоминаешь, не можешь вспомнить, опять вспоминаешь, не можешь вспомнить, опять вспоминаешь, не можешь вспомнить, что надо сделать? Отойти. занялся другим делом, и она вышла в фамилию. Но это же лежит в основе бутыковской методики, только с другой стороны. Вопрос сейчас еще раз объясню. Короче говоря, в итоге, когда человек переходит в транс, а в транс можно перейти к нулевому состоянию через транс, можно перейти к нулю безмятежности. А это то, что между сном и бодрствием. Когда снимается страх, комплексы мышления, шаблоны, подражание авторитетом, ноль, когда безмятежность, и ты раз и засыпаешь, без этого ты в сон не перейдешь. И когда ты проснулся, когда у тебя безмятежное состояние, мысли текут, как облака, они черно-то не трогают, но в этот момент ты вдруг вспомнил, что экзамен, и включился. Вот до этого момента включения ты в безмятежности. Это состояние нуля в мозге, то, что называют сегодня дефолтом работы мозга или отсутствием внутреннего диалога, а как я понимаю, Будда в свое время назвал нирваной, вот это состояние как раз таки нирвана. Бутейко получал с помощью своих задержек дыхания. Несколько раз задерживает, 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 потом раз, и не дышит. Так он думал, что там углекислый газ. Нет. Там, по моему представлению, того кислорода, который в клетках есть, становится достаточным для питания. И поэтому у человека возникает чувство облегчения, прояснения. Он не добавлял этот углекислый газ, поэтому ему стало хорошо. А потому что того кислорода стало достаточно, потому что он его сейчас не тратит. Потому что у него гармония. Раньше он тратил на стресс. Чем больше стресса, тем больше тратится кислород на поддержание работы метаболизма клеток. А теперь стресса нету. И этого кислорода, который есть, достаточно. И вот на этом контрасте, что не было кислорода, ему было плохо, теперь кислорода стало много, ему стало хорошо. А Бутейко это не знал и думал, что когда он задерживает дыхание, он качает углекислый газ. Он качал эндорфины. Потому что, когда мы снимаем стресс, у нас адреналиновая зависимость уходит. Адреналиновое, потому что это напряжение. Адреналин уходит, а эндорфины включаются. То есть симпатикотоническая реакция заменяется парасимпатической. Включаются гормоны эндорфиноподобные, опиатные там всякие. Человеку кайфно, человеку хорошо. Но и углекислый газ тут вообще ни при чем. И поэтому там происходит наоборот кислородная подушка, а не углекислый газ. Хасай Магмедович, у вас одна была встреча? Да, одна встреча. И потом... Ну да, она была живая, очень интенсивная. Я был тоже разгоряченный. Он тоже творческий человек, такой могучий. Ну, два человека встретились. Один другому показал прием, и тот сказал, да, вот так дыхание становится, как надо. И, наверное, это надо тем давать, кого не получается волевая галактировка. Я говорю, зачем, когда можно все... Я почему это повторяю? Потому что для меня это памятная встреча. Я хочу еще раз добавить, что... А у этой, которая делала вот это вот интенсивное дыхание... Стрельниковой. Стрельниковой. У нее же противоположная методика была, чем у Бутейко. У него была задержка дыхания у Бутейко. Это я говорю уже об основании. А у нее было активное, интенсивное дыхание, типа накачивать щеню. Вот у нее что было. А в конечном счете такое же состояние облегчения. Поэтому дело было не в блокаде дыхания, не в уголькистом газе. И дело было не в накачивании щеней. А дело было в том, что и тот метод, и этот метод, несмотря на свою противоположность, приводит к одному и тому же состоянию со сброса напряжения лишнего у человека и выхода на менее энергетически затратный уровень, где того кислорода уже становится достаточным. И поэтому человек чувствует облегчение. Это же то же самое происходит, когда человек бежит. Если он попал в ритм бега, он может бежать бесконечно. И если он не попал в ритм бега, у него напряжение растет. И доходит до пика напряжения. И когда он его преодолевает, у него опять легкость. Ну, это же разные пути входа в эту легкость. Либо ты войди в ритм, либо преодолей пик напряжения, когда не в ритме. Бутейка предлагал преодолевать пик напряжения, задерживать дыхание. И еще раз задерживать дыхание. Там целое методическое, как правильно это делать. И вы мне сказали сейчас, что это у вас развивается. Там можно по-разному. Я вам проще скажу. Самое простое, как это делается. Человек, когда выходит на операционное состояние, вот сейчас он зашнет, у него в этот момент это само происходит. Бутейка моделировал этот процесс, сам того не понимаю. Он просто моделировал, что у человека на самом деле происходит, когда он переходит из напряженного состояния, в ослабленное состояние. Он это моделировал. Так вопрос заключается в том, что если мы поняли, что такое нулевое состояние, состояние между сном и бодрственным, с минимальными энергозатратами, там где того кислорода уже достаточно, то мы можем тысячу методик, придумать для того, чтобы туда переходить. Например, я только сейчас покажу. Стрельниковойская. Можно делать вот это, но то, что тебе соответствует в моменте, то и делаешь. У тебя возникает согласование психических, физиологических процессов, и выгодное это состояние. А это сейчас я делаю новую физкультуру. Вот здесь у профессора Матвеева, для десятых, одиннадцатых классов. Это учебник современный, да? Там учебник? Современный учебник для десятых, одиннадцатых классов. Вот его фамилия. Ага. Матвеев. Это школьный учебник. 19-го года, выпуска. До этого был учебник. Ну, пять лет назад. Его же. Вот, десятый, одиннадцатый класс. Там он впервые сказал про синхрогимнастику по методу саморегуляции ключ. Ну, он там про меня написал, и там было написано, как снимать аффекты эмоциональные. А вот сейчас в новом учебнике 19-го года он уже там пишет несколько приемов синхрогимнастики по методу саморегуляции ключ. Как подбирать себе прием. Ну, и написано там, а вы подбирайте себе то, что вам подходит в данный момент. Да. Надо вот сейчас мы будем делать новый. Новый учебник. И там профессор Матвеев, кстати, не просто специалист в этой области. Он основатель ГОСТов. Он ГУСТы создает, по которым по физкультуре дает разрешение на использование. Он профессор по физкультуре и по психологии. Но он уже много лет там за фактором. Московского педагогического университета. Профессор Матвеев известный человек. Компетентнейший в этих вопросах. И прежде чем печатать какое-либо упражнение, они его действительно проверяют. И не только там сами, они и там у них и школы проверяют, и все проверяют специалисты. Хосай Магомедович, спасибо за ваш рассказ. Интересно, то есть ваша точка зрения. то, что вот как бы такой факт, он должен остаться в истории, ну вот ваша встреча, ну и для тех, кто по Бутейко занимается, и будет интересно, может быть, ну и другим людям в вашем, в вашей истории. В первую очередь, когда они начнут, может быть, да, осмыслять нашу встречу, и какие-то мысли, которые у них есть, они тоже между собой поделятся, и вдруг посмотрят, с другой точки зрения, на то же самое, о чем всегда смотрели. Да. Впервые посмотрят на эффект Бутейко, эффект Бутейко, не с точки зрения, что углекислый газ больше стал, а что того кислорода, который был, стало достаточно, который раньше шел на стресс, на защиту от стресса, потому что стресс – это перенапряжение, перенапряжение упало, того кислорода стало достаточно, даже избыточно, и пошли вот эти эндоморфины. Я называю вот это вот метод, например, синхрогимнастика называется, потому что действие подбираемое под текущее состояние в моменте. Но это не обязательно на экзамене прямо делать. Это надо за несколько дней до экзамена каждый вечер, например, воображать себе на экзамене, тебя трясет от этого, что ты не знаешь, сдашь, не знаешь, в это время переживания на фоне этих повторяемых действий, потому что повторяемые движения снимают напряжение, а частота повторяемых действий коррегируется с уровнем напряжения. Ну, короче, это целая теория, и наука, и практика. По этому поводу у меня 20 книг и на разных языках мира, у меня 90 тысяч с лишним только на ютубе участников нашей школы, через будущую комнату. У меня есть еще один, как бы, вопрос, ну, это уже, можно сказать, касающийся меня. хотелось бы, ну, услышать тоже ваше мнение, ну, вот, как создателя метода ключ, прокомментировать, вот, я хотел вас попросить, у меня опыт был, ну, я занимался, вот, по методу бутейка, там, ну, я уже вам хотел среди, в начале этой встречи об этом рассказать. В общем, там есть упражнение, ну, есть упражнение, там книжка, вот, Андрея Беничева-Жилова, вот, этого главного врача клиники в Москве, по бутейка, у него есть книжка, и вот, я по этой книжке практиковал упражнение, там нужно принять правильную осанку, ну, у меня с осанкой, как бы, проблем нету там, ну, с подзвоночником, мне это легко было сделать. Вот, я встал прямо, даже не у стенки, вот, там, вот здесь стенки, говорил, встать. И у него было написано, ну, если вы просто постоите, вот, с правильной осанкой, вы заметите, что у вас дыхание автоматически нормализуется. Вы с дыханием ничего не будете делать, оно само собой, ваш организм приведет дыхание в норму. Я не понял. Сейчас, секундочку. Дело в том, что когда мы предлагаем человеку что-то сделать, и при этом ему, констатируем, делая это, у тебя получится то-то, там 70% сугестий. Дело в том, что, если бы он этого не говорил, а просто сказал бы, встань ровно около стенки и рассказывай свои ощущения, ну, человек бы по-разному рассказывал. Один бы сказал, думая, что на него влияет кто-то. Я вон в Риге как-то проводил занятия. Тетеньку мы поставили. Я говорю, я вам сейчас продемонстрирую, как работает экстрасенс. Тогда модно было экстрасенс. А я как раз хотел их разочаровать. Я встал позади нее, провел руками над ее головой и говорю, теперь рассказывайте, что вы чувствуете. И незаметно для нее удалился и сел на стулья рядом с ними, с людьми, которых я пытаюсь им объяснить, что происходит. Она вдруг начинает генерировать. Она говорит, вот-вот, тепло пошло, тепло пошло по затылку, ой, коленки начали дрожать, ой, тепло по животу пошло, ой, дыхание меняется, что вы со мной делаете? И у нее началось спонтальный танец по циклу, хотя она не знает, что такое циклу. Ну, себе нагенерировала, думая, думая, что я, это же пассами с мера тоже так же работали. Но не будем мы сейчас на это уклоняться. Вот просто дело в том, что я думал, что они все поняли. Я говорю, ну как? Она когда села, ой, так хорошо себя чувствую, как будто груз с плеча сбросила. Какой вы молодец, она мне говорит, прямо волшебник говорит. Я им говорю, ну как? Полагая, что они поняли, что она сама себя генерировала, думая, что я продолжаю там быть, а у меня там и не было. Они мне говорят, прямо один встал, пожал мне руку и говорит, какой вы мощный экстрасенс. Поздравляю вас. А он думал, что... Ну я не знаю, вот после этого, когда люди, они согрублены, заштопорены каким-то шаблоном восприятия, они ничего не слышат. Я им продемонстрировал то, что любой школьник мог бы сказать, да она же себе нафантазировала, вы же ушли оттуда. Ну конечно, фантазировала, но она же впечатляемая. А это же называется эффект плацебо. Сколько людей себе получают положительные эффекты от всяких подушечек, от всяких приборов, которые вообще ничего не создают, а только им сделали рекламу. Но специалисты, которые комиссию проводят, должны же понимать, что эффект плацебо. Сколько лет я обучал сам лично, не знаю, что это маленький грех, но я обучал сам лично Витамакс, компанию, которая продавала БАДы, вот эти вот, Витамакс, потом другую компанию, которые уверенно внушали людям, что это очень полезно, и поэтому это части населения, как говорится, на них положительно влияло. Но это же есть так называемая плацебо. Ну, то же самое в этом гомеопатии. В части их лекарства в горошинках действительно подмешивают вещества, но плацебо настроено на то, что там не должно быть вещества, а только память. Меня сейчас будет слышать только то, кто в трезвом уме, который не запудрен вот этим всем, вот этим шаблонизированным мышлением. Поэтому он меня услышит, и я думаю, что среди последователей великого Бутейка, я считаю его великим человеком, который он пробил шаблон и впервые начал создавать свою методику, и ему пришлось много лет доказывать людям, чтобы они проверяли, делали последователи и так далее. Ну, просто была ошибка в психологии объяснения. Ну, из года в год же больше примеров появляется, и вы же там в своем сообществе развиваете методику, правильно? Она же не такая, как была тогда. Она развивается, соответственно, я тоже развиваю, и поэтому все вместе только мы сила. По отдельности никто не может, ни Бутейка не может, ни я не могу, ни вы не можете. Только вместе вот так общаясь, поэтому я создал школу, чтобы мы рассматривали разные методы, разные позиции, разные философии с точки зрения чего? Вот я занимаюсь живописью, я занимаюсь подготовкой бизнес-тренеров, я занимался подготовкой олимпийских чемпионов, спортсменов, и журналистов, и военных, улетающих в горячие точки, и реабилитации после них, и программы подготовки Марс-500, я междисциплинарный, и поэтому я смотрю с какой-то своей точки зрения на все эти разные методы, потому что у меня в центре подготовки проводил парень по этому дыханию холотропному, когда часто-часто дышит, часто-часто дышит, так дышит, 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 потом у него улетает, группа лежит, лежа, все дышат, потом они выходят в это пространство, а я вижу сразу, что это модель бегуна, который бежит, у которого напряжение растет, и потом он перемахивает пик напряжения, и у него тоже легкость бега, как будто груз сбросил, и они лежат, так вот этот великий Гроф, по-моему, который придумал холотропное дыхание, тоже, как и Бутейко, сделал идеологическую ошибку, он гений, Гроф, он гений, тут вопросов нет, он великий человек, но он допустил идеологическую ошибку, он просто не понял, что он бегуна, просто положил напрочь, на землю, а механизм тот же самый, а там понапридумывали, что это второе рождение, что человек, когда рождается, проходит через всякие пути, затруднения, а потом рождается, и вот сейчас он становится всяким невротиком, а сейчас он вот выходя, моделируя второе рождение, ну и такое, 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 как Бутейко про углекислый газ, обожествив его, сказав, что раньше его было больше, чем сейчас, может быть, я не знаю, раньше больше было или нет, но такой грязи, как сегодня, наверное, раньше не было, ну вот, а этот ошибся в этом, но у каждого есть ошибки, у меня тоже есть ошибки, если бы у меня не было ошибок, я бы сегодня инвалидом не сидел, если бы я знал то, что я сегодня знаю 20 лет назад, я бы инвалидом не сидел, но я счастливый человек, потому что я понял, чем больше любимых дел у человека, это его точки опоры, рисование, тренерская работа, врачебная работа, писательская работа, мультидисциплинарность человека, это его точка опоры, которая держит его над всеми обстоятельствами, поэтому я это показал, не просто так, я просто это показал, чтобы всем объяснить, если вы будете раскрывать свои творческие способности и иметь много дел, вы будете иметь такой кругозор, такой охват, потому что вы сможете, как Павлов академик, переключаться все время с одному на другое, он говорил, я все время переключаюсь, поэтому чувствую себя бодро, извините, пожалуйста, что я, коснувшись бутылок, должен был затронуть разговор о синхро-гимнастике и о том, что надежность для человека это много любимых дел, это одно и то же, все одно и то же, если раскрыть. Я согласен с вами, что как раз междисциплинарник и я тоже вижу, я вижу, я просто пока не могу сказать, что и ваша точка зрения, и точка зрения бутейка, я сейчас, мы не будем стараться погружаться в эту тему, но я вижу, может быть, другие люди не видят, я вижу, что есть точки соприкосновения. конечно, мы же все люди одинаковые, мы все мыслим интуитивно одинаково, но варбализовать не все успевают, потому что все перегружены, все занятые, не могут так сильно сосредоточиться, каждый может сосредоточиться в какой-то области, в какой-то мячик, и где у него творчество больше, сосредоточивать ему помогает, там ему помогает природа. Бутейка, я же сказал, великий человек, тот вспомнил. Просто я добавил в концепции объяснение механизма его эффекта полезного, приведя пример Стельникова и приведя пример Грофа, холотропного дыхания, что дело не в углекислом газе. А можно сказать, вот я, извините, сейчас перебью вас, просто, я вот на этот случай для себя, ну я для себя как бы такую формулировку, можно сказать, она пришла мне, что у вас, ну вы идете как бы, вы объясняете с разных сторон, ну допустим, Бутейка с позиции физиологии, то есть, ну он копался в этой физиологии, он знает законы физиологии, которые можно найти в учебнике физиологии. Я искал и находил, которых врачи обучают по этим учебникам. Бутейка, вот эти слова из учебников взял и объяснил на основе вот физиологии. А вы идете со стороны, допустим, психосоматики. И поэтому как бы вы говорите об одном и том же, ну просто с разных точек зрения. Правильно, совершенно, поэтому есть философия, есть профильные науки. Конечно, конечно, поэтому, чтобы вот идти вот с какой-то более высокой точки зрения, вот здесь я вот говорил о значке упражнения полет. Вот упражнения полет, звезды над нами и космос внутри нас. Вот внутри тоже звездочка. Так Кант, великий Кант, философ, говорил, единственное, что я могу поверить, это звезды над нами и совесть внутри нас, этика внутри нас. Ну вот философ, вот такая высота звезды над нами и совесть или этика внутри нас. Вот я занимаюсь объяснением и обоснованием связи между этими звездами и совестью. Откуда эта связь? И вот когда я начинаю раскрывать вот это, когда мы делаем синхронизацию, снимается лишнее напряжение, а когда снимается лишнее напряжение, человек выходит на безмятежность, а когда выходит на безмятежность, он начинает понимать, чего он хочет, как этого достичь, да, и он начинает понимать, где он ошибался, где был неблагодарен, что он так мало ценит то, что великий природный дар это жизнь, что надо ее так ценить, что великий дар, сколько он не сказал хороших слов своим родителям, в своей школе, которые его воспитывали, которые давали ему учебники, которые его учили, что он такой неблагодарен, там же все в этой безмятежности, звезды над нами, и этот космос внутри нас, там все соединяется в этом нулевом состоянии, где нету комплексов стереотипов, как говорил Будда, нету эго, там, где нету эго и подражания авторитетам, как говорил Альпшулер, который обучал изобретателей, там свобода, там ноль, там нет задействованности, из нее, из этого состояния наименее энергетический затрат маленькая мысль тут же обрастает роем ассоциации по теме, то есть можно в этом состоянии когда ты вышел через дыхание бутейка вышел на это состояние задержанного дыхания или когда ты засыпаешь вышел на это же состояние когда ты вроде дышишь и не дышишь если в этот момент пожелать чего-то помечтать о чем-то там происходит автоматическое переключение в поток о котором говорил Чексен Михаил в поток потому что там нету конкуренции доминант там то что говорил Аль Шулер нет психологической инерции там не с чем бороться там не нужна сила воли ты вот в этом состоянии безмятежности помечтал например что завтрашнего дня тебе захочется заниматься физкультурой и у тебя тут же появятся ассоциации про это и у тебя появится тоже понимание как это надо делать потому что там не надо напрягаться ты там находишься в состоянии я долго искал метафору этому состоянию чтобы сразу образно передать смысл слов это же картинка правосудия две чаши весов где одна гирька уже сразу перевешивает так вот это состояние безмятежности которое возникает у бутейка по его методике можно использовать не только для здоровья но и для мечтания и о переменах в себе и в будущем и для развития изобретательских качеств почему потому что это состояние но под названием абсолют использовал великий тесла то же самое состояние о котором говорил бутейка он называл абсолютным и в этом состоянии нет страха стереотипов и так далее и тесла продолжал думать о своих генераторах и там поскольку нет стереотипов он выходил на новое вот Хасай Магомедович вот это состояние оно и мне кажется привело то есть у меня возник вопрос что же я ощущаю мне вот это состояние заинтересовало о котором вы говорите и полтора года я чуть ли не ну как я летаю на крыльях я сначала думал ну важнее вот у меня дыхание как бы уменьшилось уменьшилось само по себе и тут я чувствую состояние вот это и вот эти полтора года прошли как будто я летаю на крыльях у меня качество жизни изменилось конечно постепенно постепенно до меня до меня несмотря 7,5 часа у меня период там у меня плитка стоит титановая я 5 лет не выхожу из комнаты только занимаюсь любыми делами я считаю себя счастливым с чем человеком потому что я помогаю всем и при этом как и вы я чувствую себя что у меня не хуже а лучше все время вот 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 сейчас вы очень хорошо описываете свое состояние до меня стало доходить постепенно что ну я сначала как бы на него ну есть и есть я радуюсь и оно ну как бы в таком я думаю ну важнее для меня было дыхание а потом я думаю вот ну состояние вот как-то вот людям стал вот это передавать стараться передать это вот же вот же наконец-то дело не в дыхании дыхание разных можно придумать для того чтобы выйти на это состояние и вот меня видимо вот это состояние привело вот ну к этой встрече то есть вот это вот объяснить вот это вот слушайте вот у нас есть дети которые нас смотрят у нас есть мужчины и женщины женщины в первую очередь они иногда думают вы женаты или нет а у вас дети есть или нет вы можете не отвечать можете отвечать как вы хотите понимаете у нас есть возможность использовать использовать нашу созданную нами возможность нами я имею ввиду всех участников школы человек будущего хомофутурс делиться своими идеями делиться своими личными мыслями если не хочет человек делиться и не надо никто не просит когда вот мы сейчас будем скоро проводить ликбез как обрести надежные точки опоры для жизни здоровья и счастья и там я буду показывать как быстро выходить на состояние безмятежности чтобы из него выходить в состояние потока где вот и бутейка и стрельникова и холотропное дыхание по Грофу и по ну вот я все время забываю который во льду а Винхоф Винхоф наверное все все где единым способом называется ключевое дыхание одна минута всего лишь одна минута мы будем использовать и мы будем использовать полетные дела и когда все люди как и мы с вами вот я и вы сейчас мы как братья по разуму вот вы сейчас сказали то чего я не ожидал вы сказали что вы несколько лет чувствуете себя так легко и хорошо потому что вы занимаетесь по методике бутейка я себя чувствую так легко и хорошо потому что я не занимаюсь по бутейку но я то состояние которое он говорил понял что дело не в углекислом газе а что это нулевое состояние в котором происходит интеграция всего опыта жизни который у нас был сплавляется в единый поток это состояние нирваны и перехода в поток через это равновесие с минимальными усилиями то есть вот мы проведем вебинар где люди сами от себя не ожидая смогут с минимальными усилиями переходить из одной стадии жизни на другой где тоже как и я инвалид тяжеленный с титаном здесь мне 72 года и вы которые говорите что вы счастливый человек легкий станет несмотря на то что всю жизнь мучились что вы там засыпаете или не засыпаете и все станут такими легкими и свободными потому что донесем до всех истину что именно важное для человека чтобы иметь много точек опоры надо раскрыть много своих творческих способностей потому что человек по природе творец и человек по природе хороший а все болезни происходят потому что какие-то способности по тем или иным причинам ему не позволяют раскрывать или он раскрывает через бутылку или какие-то другие стимуляторы и постоянно вместо того чтобы быть творцом постоянно вынужден играть не свою роль в жизни а как только ты встал на свое место на путь тебе начинает помогать вселенная об этом тоже написано во всех книгах об этом тоже написано а мы с вами сейчас кусочек страницы этих священных книг приоткрыли это есть и в Ветхом Завете это есть и в Новом Завете это есть у современных психологов это есть у древних индийских философов это есть и в Дао-де-дзин Лао-дзи это у всех есть а мы с вами сейчас как сказал Андрей Жит все уже было давно сказано но приходится повторять снова и снова на современном уровне да живем в современное время уже немножко язык другой люди уже более ну как бы измененные по сравнению с прошлым наверное ну есть какие-то уже изменения я не посещаю сказать что только вместе мы сила я не посещаю сказать давайте друзья поможем человечеству сохранить разум на планете чтобы все были здоровы счастливы и любили друг друга потому что сегодня очень нужно всем объясниться понять а самое главное по-человечески поговорить между собой спасибо вам Хасай Магомедович за эту встречу было очень интересно то есть вас послушать если бы не вы этой встречи бы не было поэтому спасибо вам большое ну я надеюсь может быть когда-нибудь еще мы с вами так пообщаемся лучше так же сделайте как в этот раз напишите и мы сделаем я очень благодарен за эту встречу и несмотря на то что я критиковал Бутыка я его несколько раз назвал великим человеком поэтому я считаю что у нас много великих людей просто они не знают об этом они должны соединяться мы все великие люди нам надо просто открыть свои возможности спасибо вам большое друзья пишите там свои комменты досмотрите все это до конца несколько раз пересмотрите потому что наш гость очень много интересного говорил я тоже конечно одно и то же повторяю чтобы наконец до кого-то дошло кто еще не в курсе дела до встречи спасибо вам большое Игорь спасибо до свидания